Естественно, мы любим клянчить всякие вкусняхи со стола. Это фрукты, овощи, бананы, яблоки, айва. Помимо фруктов и овощей, четырехлетний йоркширский терьер Тихон предпочитает пищу и посытнее. Из домашней еды творог, из покупной паштет и сухой корм. Тише миниатюрный, много не съедает. Тем не менее, вкладываться в обогащенный витаминами рацион владелице Ольге приходится. Я даю в размере 500 рублей за 400 грамм сухого корма. Больше, чем на месяц, месяца два нам хватает этой пачки. То есть он у нас не обжорка, и поэтому нам достаточно этого. Плюс паштет, то есть обязательно он ест паштет по вечерам. Баночка паштета стоит около 200 рублей со скидкой сейчас. Думать о скидках владельцам домашних животных придется чаще. Уже в феврале грядет удорожание сухих и влажных кормов. Рост составит до 12%. Цены устремились вверх из-за подорожания сырья и ингредиентов – куриных, мясных и рыбных. Повышение всегда в минус для бюджета любой семьи. Для нас это не будет критично по той простой причине, что едим мы все равно не так много. Я думаю, что более критично это будет для владельцев средних и крупных пород собак, потому что там другие объемы употребляемой пищи. Некоторые владельцы четвероногих явно начнут экономить и откажутся от специализированных питательных кормов. Делать это, конечно, не рекомендуется, но если все же придется затянуть пояса, то менять рацион питомца нужно постепенно, чтобы избежать последствий для здоровья. Мы постепенно приучаем желудочно-кишечный тракт перейти на другой корм. А здесь мы вот так, вот раз, сразу, вот было, было и не стало. Это могут быть поносы, это может быть срыв вообще всей пищеварительной системы, это в том числе проблемы с печенью могут быть, проблемы будут однозначно. Поэтому, ну точно так же, переход должен осуществляться постепенно с добавлением всех минеральных веществ. А еще высокий ценник на корма опасаются ветеринары. Может привести к тому, что бездомных животных станет больше. Хотелось бы, чтобы, несмотря на подорожание, животные не оказались просто на улице. Вот поэтому здесь уже из двух слов нужно выбирать меньшее и говорить так, ребят, ну давайте тогда уже хоть кормите со стола, ну пусть они хотя бы что-то едят у вас, они окажутся просто на улице. А что касается Ольги Якубовской, то она ни за что не откажется от своего любимца. И менять ему рацион за удорожание кормов тоже не собирается. Говорит, лучше откажет во вкусняшках себе, чем своему четвероногому члену семьи. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.